Всем привет, меня зовут Дмитрий и сегодня я бы хотел поведать вам о такой недооцененной достопримечательности, как ретро-музей в городе Варна в Болгарии, а также выставки восковых фигур, находящиеся при нем. Я уже делал видео, посвященное этому музею больше года назад, однако на этот раз я снимал не на телефон, а на хорошую камеру. К тому же коллекция восковых фигур намного увеличилась с прошлого раза, когда я там был, а также в этот раз мне удалось увидеть автомобиль Чайка. Личное авто болгарского генсека, на минуточку. Кстати, вот он перед вами, стоит рядом с неопознанным мужчиной. Помимо этого видео я посвятил нашему замечательному музею еще одно, но уже на английском, с русскими субтитрами, конечно. Причем я старался использовать немного другие кадры и другие мелодии, очень советую посмотреть, как раз сможете заценить мой уровень английского после пяти лет проживания в Великобритании. Ссылка, конечно же, будет в описании под видео. На территории бывшего СССР есть несколько таких музеев, однако есть пара моментов, которые выгодно отличают музей в Варне от всех остальных. Во-первых, далеко не во всех музеях есть коллекция не только автомототехники, но и игрушек бытовой техники, фотоаппаратов, компьютеров, а самое главное, табличек с коммунистическими лозунгами. Многие, типа вот этой, очень даже прикольные. Во-вторых, здесь вы можете встретиться лицом к лицу с настоящим генсеком, ну или с кое-кем еще. И в-третьих, здесь помимо советской техники есть большое количество машин из бывшего соцлагеря. Да, может для кого-то это будет открытием, но помимо Советского Союза, коммунизм строила почти вся восточная часть Центральной Европы. Возьмем хотя бы поляков. Польша здесь представлена двумя брендами. Варшава, кстати, довольно внушительная машина, а также авто под необычным названием Жук. Соседи поляков Чехии, тоже здесь. Эээ, точнее тогда это были Чехии и Словакии. Короче, перед вами Чехословакия, а именно Шкода и мотоцикл Ява. Да, в былое время владельцы Ява и Чезета это были просто местными альфа-самцами. В Болгарии во времена развитого социализма весьма популярной была техника из Германии. Восточной Германии. Мопеды Симпсон. Мотоциклы МЗ. Кстати, на этот мотоцикл подозрительно похож один из советских. Теперь я хотел бы сказать пару слов о немецких авто. Вартбурге и Трабанте. Оба с Восточной Германии. Оба очень популярны среди трудового народа бывшего соцлагеря, и у обеих машин двухтактный двигатель. Никогда не забуду, как в детстве мой батя заливал масло вместе с бензином. Просто когда я был мелким, у нас был Вартбург. Достаточно вместительная, кстати, машина. И удобная. Что же касается Трабанта, то это самый настоящий шедевр немецкого автопрома. В Болгарии его кличка была Картонка, так как по легенде его корпус был сделан из прессованного картона. На самом деле там был пластик, ну да ладно. Говоря о нашем замечательном музее, было бы преступлением не сказать о болгарской промышленности. В первую очередь это, конечно же, компьютер Правец. Вот этот. В Болгарии была достаточно серьезная электроника, и этот самый компьютер был достаточно популярным в остальном соцлагере. Но, по крайней мере, специалисты о нем точно знали. Автомобили в Народной Республике Болгарии производились в основном по лицензии западных и советских заводов. А вот мопеды и велосипеды Балкан покорили сердца любителей двухколесного транспорта. У меня самого в детстве был такой велик. Я уже упоминал таблички с коммунистическими лозунгами, многие из которых очень даже занятные. Здесь, например, написано «Не выбрасывайте бычки и семечки на улице», а надпись снизу гласит «Сдай здесь сигареты, спички, зажигалку и оружие». Или на вот этой зеленой табличке классический такой коммунистический лозунг «С каждого кооператора по свинье, с каждого коммуниста по две свиньи». Но самая прикольная табличка, на мой взгляд, вот эта. Здесь написано, что лобковые вши – это позор для комсомолок. Кстати, вы обратили внимание на интересную деталь. Пол в музее зеркальный, так что вы отлично можете понаблюдать, что там у автомобилей снизу. А теперь плавно перейдем к советскому автопрому. Самое главное авто здесь вот это. Это, как вы могли заметить, «Чайка» и по совместительству личное авто болгарского генсека Тодора Живкова. Вот он на фотокарточке целуется с Брежневым. Помните, был такой генеральный секретарь с изящными бровями, который любил с мужиками в засос, так сказать. Здесь вы можете оценить по достоинству, какую колоссальную работу проделал владелец музея Цветан Атанасов. Мало того, что он собирал в течение многих лет такое количество рабочих, между прочим, автомототехники, бытовых приборов, камер и так далее. Так ему еще удалось добыть личное авто бывшего главы государства. Как вы можете заметить, советская техника была весьма популярна в Болгарии, да и в остальном соцлагере тоже. Так что здесь комментировать особо нечего, поэтому оставлю вас на минутку отдохнуть от моей болтовни и прогуляться самим. Субтитры создавал DimaTorzok Я немного застал советский период и даже стоял в очереди на машину. Никогда не забуду, когда батя мне сказал «Все, мы тебя записали в очередь на Ладу-шестерку». Я был безумно счастлив. Может быть, современная молодежь не в курсе, но в Советском Союзе нельзя было просто так пойти в магазин и купить машину. Именно поэтому счастливым обладателям даже запорожца завидовали. Ну а если у человека был еще подобный пылесос или стиралка, то он был завидным женихом. Насчет бытовой техники я пошутил, конечно. Помимо всего перечисленного, в нашем замечательном музее также есть телевизоры времен социализма, сигареты, сладости, конечно же, алкоголь. Кстати, напиток под таинственным названием «ментовка», который вы сейчас увидите на экране, не имеет ничего общего с мусором, с ментами. «Мента» по-болгарски означает «мята». Это мятный ликер. Отдельно надо отметить огромную коллекцию игрушек, и в особенности автомобилей. Ну а также здесь огромное разнообразие настольных игр. Плавно перенесемся в музей войсковых фигур, который находится здесь же. В первом зале находятся болгарские актеры. Среди русскоговорящих они вряд ли известны, ну, разве что Невена Коконова. Шикарная актриса и очень красивая женщина. А вот она, кстати. Как я сказал в самом начале, коллекция войсковых фигур не кисло так пополнилась с момента моего предыдущего визита. Во втором зале у нас, на фоне идеологов и лидеров Красных Революций, находится почему-то Трамп. А вот этого мелкого рядом с ним я где-то уже видел. Путин его, по-моему, зовут. В следующем зале по большей части находятся спортсмены. Энтони Джошуа вы, наверное, знаете, а вот дядечка с суровым взглядом рядом с ним это болгарский боец Кубрат Пулев. Рядом с Криштиану Руналду с золотым мячом в руках примастился один из самых известных и, наверное, самых скандальных болгарских футболистов. Христос Тойчков. В третьем зале у нас в основном певцы. А в последнем зале кто бы вы думали примастился на фоне коммунистических лидеров? Сеньор Пабло Эскобар. Это наркобарон, если кто-то не знает. У владельца музея есть чувство юмора, правда? Если вам понравилось это видео, совершенно не стесняйтесь и ставьте лайк. Спасибо за внимание и, как сказал один так называемый политик, хорошего вам настроения.